Здравствуйте! Это программа «Спортсто», где мы рассказываем о самых значимых спортивных событиях и жизни региона. И сегодня мы будем говорить о мини-футболе. Команда школы-поселка Искатели вернулась в всероссийских соревнованиях с серебряными призерами. О значимости этого события говорить не приходится. Стать вторыми из 10 тысяч школ – показатель впечатляющий. О том, как проходила подготовка и выступление юных футболистов – в специальном репортаже из Москвы с места событий. Конец марта. Пора каникул у школьников. Но пока одни лежат перед телевизором, другие после многочисленных тренировок летят в столицу, чтобы представить родной регион в финале всероссийских соревнований. Мини-футбол школы – уникальный общероссийский проект. Он стартовал в 2007 году. Начались нескольких 10 тысяч участников. В этом же году за право называться лучшими в стране боролось уже один миллион футболистов. В Щелково, Фрязино и курорт-парк отелей «Союз» поселка Юность соревновались парни и девушки в средневозрастной группе 15-16 лет. В финал из 10 тысяч команд вышли 10. Москва, Санкт-Петербург, Тюменская область, Сибирский федеральный округ, ну и, конечно, наш Ненецкий автономный округ. География проекта просто впечатляет. В финалы проекта показывают, что сюда приезжают команды из не только административных центров, но и из небольших поселков, городов, где, в общем-то, нет большого профессионального футбола не только на уровне взрослых, даже не всегда есть детско-юношеские спортивные школы. И я думаю, что ваша школа, которая приехала из поселка Искатели, из Ненецкого автономного округа, это один из наиболее ярких примеров, потому что я прекрасно знаю, с какими трудностями приходится сталкиваться просто для того, чтобы доехать на те же самые соревнования, скажем, в Северо-Западе, да. И, тем не менее, ребята приезжают, ребята играют, показывают достаточно приличный уровень и, в общем-то, в этом году мы увидели результат. Целый год наши ребята усиленно готовились, преодолевая шесточайший отбор. Сначала игры в своих школах, затем выход первенства города, района, потом края и области. А в феврале была триумфальная победа на соревнованиях Северо-Западного федерального округа. И вот он, долгожданный финал. После жеребьевки десяти сильнейших команд участников определились две группы. Нашей команде, можно сказать, немного не повезло, потому как сами организаторы и участники говорили, это группа смерти. В ней команды, ставшие лучшими в своих регионах, в том числе финалисты и победители прошлых всероссийских соревнований. Организаторы отмечают отличную физическую подготовку и настрой спортсменов. Первая игра нашей команды против гимназии номер один. Соперник из города Усть-Исибирская Иркутской области. В прошлом уже дважды финалисты и победители соревнований. Игра началась осторожно. Игроки гимназии номер один катали мяч, а наша команда ушла в глухую оборону. В середине первого тайма, после быстрой разыгранной атаки, мяч влетел в наши ворота. Нужно было отыгрываться и после таймаута, подсказок тренеров, наши спортсмены пошли в атаку. Спустя две минуты счет 1-1. И уже показалось все, поймали игру. Но к концу первого тайма 1-2. Атаковали много, но проблема была с реализацией. Да еще и не везло. Игра была упорной. Наши парни боролись, но опыт соперника все же сказался. Еще два безответных мяча и 4-1 в пользу сибиряков к финальному свистку. Если честно, играли-то неплохо. Сами свои ошибки, ну как сказать, отдавали игру сопернику, чтобы посмотреть, как они. Поэтому мы вначале вяло так играли. Тренеры же Виктор Шатыла и Игорь Лузгин. Результаты первой игры объясняют усталостью наших спортсменов после перелета и долгого переезда к месту соревнований. Ну и, конечно, силой соперника. Вторую игру с командой среднеобразовательной школы номер 2 село Шарлык Оренбургской области мы записывать не стали. Тренеры уж очень долго убеждали нас, мол, плохая примета – снимать игры. Ребята волнуются, и на площадке у них ничего не получается. То ли и вправду примета сработала, то ли слова нужные тренеры все же нашли. А может, просто парни собрались, и в итоге победа 3-2 и 3 очка в копилке. В третий день соревнований наши футболисты должны были сыграть два матча, которые до этого переиграла лидера группы. Хороший настрой на игрные и тактические схемы помогли в упорной борьбе. Снова победить со счетом 3-2. Через час после этой игры должна быть состояться самая ответственная встреча с командой образовательного учреждения номер 1576 города Москвы. В случае победы наша команда напрямую попадала в полуфинал соревнований. Встреча началась с атак соперника. Первые пять минут команда поселка Искатели упорно боролась. Быстро проведенная контратака, точный удар капитана команды Кирилла Яновицкого распечатал счет в этой встрече. К концу первого тайма игра стала открытой. Во втором тайме наши футболисты активнее пошли вперед, создавая у ворот противника атаку за атакой. В итоге 5-3 в пользу нашей команды. Передать словами эмоций наших парней в этот момент нет смысла, поэтому просто смотрите. На следующий день 1 апреля полуфинал с командой победителей первой группы лицея Владивостока. Это вам не шутки. Игра обещала быть сложнейшей. Соперник неизвестен. Команда с легкостью переиграла все команды в своей группе. А наши парни подустали все-таки 3 игры за 2 дня. Матч выдался непростым. До середины второго тайма игра равная 2-2. В концовке после заброса вратаря 4 точных быстрых пасса, рикошет и гол. 3-2. Наши ребята выходят вперед. И такие бесконечные последние 5 минут игры под натиском противника. Наш вратарь парировал все удары соперника. Долгожданный свисток, радость. Мы в финале. Хочу сказать, что с такой небольшой численностью относительно крупных мегаполисов очень приятно, что вкладывается в это развитие мини-футбола. Школу работают с детьми. И ребята очень хорошо, очень заслуженно вышли в финал. Видно, что стремление к победе есть. Цели преподавательский состав уделять этому особое внимание. Соответственно, будем надеяться, что все сложится для команды. И вот он, долгожданный финал. Впервые за всю историю нашего округа команда смогла сыграть в главном матче турнира на кону звания лучших в России. Игра с командой, которая проиграли один раз уже на групповом этапе, которая уже имела большой опыт побед и, видимо, более профессиональную подготовку. У нас был очень сложный полуфинал. Мы играли с командой Владивостока, которая в своей группе вышла с первого места, не уступив никому. И ребята уже были эмоционально более заряженные соперники, я имею в виду. Наши, может, немножко побаивались. Но, тем не менее, мы уступали по ходу игры 2-1. И ребята все-таки собрались, нашли силы переломить матч. Забили два гола. 3-2 мы выиграли, но было отдано очень много сил, чтобы удержать этот счет. Вся нагрузка шла именно на основной состав, на первую четверку. Естественно, что шли ва-банк, так скажем. Уже не думая о финале, была задача выйти в этот финал. Напряжение у спортсменов было, скорее всего, до самого финала. Потом, выражаясь в спортивной терминологии, перегорели. Первый гол пропустили буквально на первых секундах матча. Потом второй и к середине первого тайма смогли отыграть один мяч. Но на большее наших парней не хватило. Ударов наносили много, но вратарь соперников был непробиваем. А команда из Сибири забила еще трижды. Уверенно переиграла наших спортсменов со счетом 5-1. Мы вышли в финал, но на финал просто сил уже больше не было. Поэтому тут о победе и речи не могло идти. Но выступили достойно. И просто ребята молодцы. Безусловно, молодцы. Ту игру, которую показала наша команда, отражение высокого уровня подготовки спортсменов в округе. Отношение тренеров к своей работе и ребятам. После всех игр команда отправилась на торжественное закрытие соревнований, которое проходило в войска Подмосковья, где царила праздничная атмосфера. А свои финальные игры доигрывали женские команды. В ожидании награждения нам удалось узнать у наших спортсменов, какие чувства их одолевают после завершения турнира. Какие у вас чувства одолевают сейчас? О чем думаете? Что во время игры не получилось? Все-таки финал уже можно было занять первое? После игры устали очень. После первой? У нас раз в две игры было полуфинала. Волнение и ноги забились. Было очень тяжело. Керять. Волонение такое, что не удалось в округе еще ни разу. Мы простили вторые. Сами понимали ничего? Понимаю. Ну все же надо было финал брать. Брать финал надо было. Ну там видно, что команда была выше все. Физика у них была больше. Просто нас все. Ну они уже были победителями просто. Да? Да, они уже были победителями. Так что это опыт большой достаточно. В следующем году поедем, сломаем. То есть у вас тоже, он понял, в следующий год, значит, такие планы, больше тренировок, да? Еще обещали нам поле построить. Будем тренироваться на большом поле теперь. Да, про большие поле. Теперь у ребят большие планы. Видно, что старались и работали. И у некоторых появились свои поклонницы. Вот церемония награждения, долгожданный кубок и фото на память. Это действительно большой праздник для наших и наших спортсменов. Соревнования, на которых были радость, побед, горечь, поражений. Мой первый стендап – отличная работа оператора. Напоследок хотелось бы еще раз поздравить нашу команду с победой. И понадеяться, что в скором нас ждут столь же значимые события. Особенно учитывая, что готовятся теперь спортсмены, будут еще лучше. Все-таки глава региона пообещал новый спорткомплекс. А за второе место можно едва построить. Андрей Калавангин, Николай Таратин, телеканал «Север». «Север», «Север», «Север» На этом мы прощаемся с вами. Напоследок предлагаем посмотреть подборку лучших моментов с финала соревнований. С вами был Андрей Калавангин. Занимайтесь спортом и будьте здоровы! «Север», «Север» «Север», 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 « ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok